Уверен, что большинство из нас и из вас не было в очень интересном месте Киева. Сейчас я вам покажу. Там вид очень красивый и в такую погоду я думаю, что лучше не сидеть в офисе, а отвечать на все вопросы с очень красивого места Киева. Тут в фейсбуке написали вопросы наши друзья. Никакого фильтра, приветствую ребята, никакого фильтра у меня тут нет, не стоит сегодня. Еще раз повторяю, экспериментирую палочкой. Никогда ей не пользовался для фейсбук стримов. Надеюсь, что все получится. Будет ли кандидат от РНС? Будет ли акция протеста в сентябре? Я думаю, что узнаете с акциями протеста. Нужно спросить у людей, потому что я думаю, что все наивно надеются и предполагают, что будут выборы и что Порошенко уйдет мирно и его кто-то поменяет. На это надеется много людей. В первую очередь те, которые все-таки думают, что перед Украиной стоит такой эволюционный путь развития и надо ждать чего-то. Хотя чего мы ждем, я пока не понимаю, честно вам скажу. Приветствую всех, все больше и больше людей добавляется. Очень красивое место Киева. Сейчас я вам покажу, куда мы направляемся. Это Зверенецкая улица, Зверенецкие монастыри, Зверенецкие пещеры. Тут очень красивый вид. Перед тем, как будем разговаривать о политике, и не только, я вам покажу, куда мы поднимаемся. Одесса с нами. Мы тоже с Одессой. Без Одессы никуда. Вот такой монастырь. Красивый. Идем дальше, поднимаемся. Это рядом с Ботаническим садом. И отсюда же удивительный вид на Киев, кстати. Михаил говорит, обещал вернуться. Вопрос в сентябре, правда ли это? Михаил готов вернуться и завтра. Просто должны быть предпосылы, чтобы он вернулся. К сожалению, на сегодняшний день власть сделала все, чтобы он вернулся. Это место, я думаю, и для многих киевлян будет новым. Я много думал, откуда вести наш стрим. И решил все-таки вот... Ботанический сад, вы видите. А здесь уже вид на весь Киев. Вот, пожалуйста. Родина-мать. Видите Печерскую лавру. Суренецкий монастырь. IQ-центр. Такое прекрасное место. Это Киев. Киев, ребята. Это на Печерске. Называются Суренецкие пещеры. Место. Переходим, я думаю, уже к вопросам и ответам. Вот так вот. Так. Сейчас посмотрим на все вопросы. Про Михаила ответили. Я думаю. Берегите себя. Спасибо. Бережем, как можем. У нас жарко, да. Но терпимо, я думаю. Почему не поедите на родину? Ну и парахаботам надо, наверное, отвечать. Потому что кто-то же все-таки должен зарабатывать на чем-то, да. Они тоже должны отдохнуть, поехать в Турцию, позагорать за наворованные деньги. В Грузию я поеду. Когда захочу. Я, поскольку принят для себя решение, еще раз повторяю, и уже 4 года активно сажаюсь за, вместе с вами, со моими украинскими братьями, за эту страну и за Грузию, в том числе, я считаю, из Украины, то поеду вместе с вами, покажу с удовольствием, в том числе и парахаботов приглашаю, потому что, побывав в Грузии, увидев, что там сделано за последние 9 лет до 2012 года, не за последние 6, то у большой части из вас, у парахаботов, пропадет желание кого-то критиковать. Потом вы не будете говорить, что есть и обратно в Грузию. Поэтому я думаю, что и вам будет, и вашим сыновьям, и детям будет шиться лучше, если в Украине произойдет то, что произошло в других странах, не только в Грузии, так сказать. Поэтому в Грузию мы поедем, обязательно, как этнические грузины, будем помогать всячески, чтобы тоже страна поднималась. Но бой и нашу битву обязательно доведем и закончим и в Украине. Так. Тут пишут, что надо объединяться с двумя, там, два украинца, три гетьмана и так далее, так далее. Ничего особенного и страшного нету в Украине, в украинцев, среди украинцев. Украинцы такие же нормальные люди, как и поляки, турки и другие национальности. И ничего страшного с нами не происходит, чтобы мы всегда винили себя. Кстати, самый лучший и любимый аргумент парахаботов, то есть это платные люди, которым платят власть за то, чтобы они обливали говном все более-менее нормальные, адекватные силы. Это их любимый, так сказать, аргумент, что вот пока еще рано и всем виноват народ. И вот вы начните чистить ваши подъезды собственные, и потом уже критикуйте Порошенко или Ината Леонидовича Ахметова, или кого-то другого, поскольку вы пока люди не дозрели, вы не убираете собственные подъезды, поэтому Украина обречена. То есть во всем виноват не олигархат, но виноваты обычные простые люди. Поэтому я не сторонник того, что у нас были самые чистые руины после того, как десятилетиями будем убирать все-таки свои подъезды, а параллельно кто-то будет воровать наше будущее. Так, вопросы. Давиды были бы достойным президентом. Нет, спасибо большое. Я не хочу и не собираюсь идти ни в президенты ни одной страны, ни Грузии, ни Украины. Я готов сражаться и помогать в сильной президентской команде, которая сформируется, я не сомневаюсь, рано или поздно в Украине, с нашей помощью и с нашим участием. Петримайте бубенчика. Ну, вы знаете, часто наши задают вопрос. Я понимаю, что большой части людей, которые выступали на маршах и ходили на марши после выдворения Саакашвили и после того, как остановился этот протест, протестный протест, поэтому, по сути, и выдворили главного движка этих маршей, ну, появилась какая-то надобность и потребность идти дальше. Поэтому люди ищут разные выходы. При всем уважении к фигуре бубенчика, я думаю, что сейчас несерьезно говорить и обсуждать, что бубенчик имеет шансы на победу на президентских выборах. Мы хотим видеть человека, который имеет видение развития страны, имеет сильную команду, имеет народное доверие. Поэтому давайте думать, как мы можем выйти на новый уровень. Поэтому мы предлагали организовать марши, не марши, извиняюсь, праймерис, которые как раз шанс для всех кандидатов, которые имеют народное доверие, известных и неизвестных, чтобы они в этом участвовали и доказывали, что они могут побеждать. Поэтому я думаю, что предложение праймерис до сих пор актуально и не обязательно, что все топовые политики там участвовали. Абсолютно нормально и адекватно будет другим людям среднего и нижнего уровня относить политики, у которых не хватало ресурса, финансового и медийного ресурса, быть знаменитыми, участвовать и делать себя актуальными в этом процессе. Следующий вопрос. Вы просили употреблять кокаин? Тоже появился парахабот. Так у меня к вам, к дуракам и вашим начальникам такой вопрос. Если мы, все наркоманы, употребляли кокаин или героин или что-то в этом роде, почему же вы нас не словили при употреблении этого кокаина? Что касается меня, я никогда не скрывал и открыто говорю, что я последний раз курил марихуану, когда учился в Соединенных Штатах Америки. Это было в 2001 году. Мне стало плохо. Ни к одному другому наркотику. Поэтому я готов для всех тупых парахаботов и у людей, которые ведутся на эту провокацию, хотя я думаю, что их много, что мы нюхаем кокаин и так далее, провести наркологический тест. В Украине его нет, но я готов вот мой волос сдать на любую экспертизу мира. Отправим этот волос в Америку. И вы видите, что я абсолютно далекий человек от наркотиков. Поэтому тупые парахаботы я должен вас разочаровать. Кстати, любым олигархам и министрам, их посыпакам я могу еще соревноваться в плавании, как любитель и физической подготовке. Если они могут проплыть больше, чем я, то пожалуйста. Спасибо, спасибо за поддержку. Какой ваш прогноз развития ситуации на Донбассе? Я думаю, что ситуация, мое личное мнение, заморожится. Потому что на этом этапе никому не выгодно из глобальных политических сил, в том числе и России, двигаться дальше. Все ищут выхода, как снять санкции с России. И любая эскалация сейчас действует на Донбассе. Я думаю, что так же повлияет на напряжение между Западом и между Россией. На фоне скандалов в Британии, на фоне пока непонятной позиции Трампа и понятных позиций Конгресса Соединенных Штатов Америки, я думаю, что ситуация будет заморожена. Но, к сожалению, никаких предпосылов, что наша страна сегодня и экономика в состоянии сегодня возвращать Донбасс и Крым, пока, к сожалению, нет. Потому что для этого нужно строить сильную страну и показывать контраст. Например, вот у меня простой вопрос. Вот вы как бы себе представляете, например, имея самые современные школы, имея самые современные больницы, самые современные дороги в Краматорске, в Бахмуте, в Северодонецке, человек, который живет в оккупированном городе Донецк, например, или в оккупированном городе Луганск, в случае необходимости, куда отдаст своих детей учиться? В лучшую школу или в запущенную школу или в больницу в Ростове или где, например? Или куда или где он больше будет жить? Там, где пенсия на 20% выше, чем, например, на оккупированных территориях или в России, где они захотят жить? Конечно, с нами. Поэтому это будет очень длительный и сложный процесс, но надо в этом плане ускоряться и показывать максимально большой результат, что на сегодняшний день означает современная Украина для людей, которые оказались на другой стороне. Тут еще говорится о том, что переворот в Украине, там другая революция Украины не выдержит. Сейчас. Я не понимаю, что означает переворот. Никто переворот делать не собирается, а революцию Украина выдержит, поскольку без революции, мирной политической революции, цивилизованной революции, ничего Украине не светит. Украина не выдержит ту ситуацию, олигерхический заговор и ситуацию, где она является заложником нескольких человек, где семь человек фактически владеют 70% ПВП и экономики Украины, где Украина является самой бедной страной, к сожалению, Европы. Вот этого Украины точно не видели. Что касается революции, без революции в Украине не обойтись, потому что вот тут вопрос, как вы относитесь к Риценко, уважением отношусь к Анатолию Степановичу, но такие кандидаты, как Анатолий Степанович или другие порядочные кандидаты в президенты, я думаю, что не будут иметь никаких шансов, учитывая такую электоральную... в таком электоральном фоне, не имея нескольких сотен миллионов долларов, которых будут тратить их конкуренты. По сути, я считаю, что эти выборы в Украине будут являться конкуренцией ресурса и денег, а не идей. Сегодня на них не видна никакая большая идея. Поэтому относимся к этому хорошо, но наши отношения, к сожалению, не меняют сегодняшний суд. Я реально очень обеспокоен, потому что сегодня не вижу никакого предпосыла, что на этих выборах существенно что-нибудь поменяется. Так, читаю, пытаюсь почитать все вопросы. Выборы будут сверхъязные за всю историю Украины. Да, я согласен, опять же повторяю, что будет потрачено, наверное, без процедентного количества денег, скупка голосов, сетки избирательные и так далее и тому подобное. Я извиняюсь, не все вопросы могу читать. Так. Какие самые любимые места в Украине? О, сложно, знаете, сказать. Я думаю, что сам живу в самом любимом месте в Украине, это Киев. Несмотря на то, что я прожил в Одессе, я много раз бывал во Львове, в других городах, я считаю, что Киев самый комфортный и прекрасный город для жизни. В других городах мне не так было уютно и комфортно, как в Украине. Я считаю, что для меня вот Украина, Украина, так сказать, настоящая, душевная, это центральная Украина. Это Черкасса, это Полтава, Полтавская область, это Сумская область. Мне там вот, я там ощущаю, что вот я на такой настоящей глубокой Украине, так сказать. Вот это мои, так сказать, любимые места в Украине. Спасибо за вопрос. Какая, на ваш взгляд, идея может объединить Украину и даст вам шансы прийти к власти? Я сам лично загнанный в угол, телевизионными каналами и билбордами нескольких крупных игроков и они им говорят, что мы единственная альтернатива и кроме нас вы никого не сможете увидеть. То есть мы единственные, кто можем побеждать. Я думаю, что пока народ и средний класс не определится, что им на самом деле надо, они будут подстраиваться под ту конъюнктуру и под ту реальность, которая приходит в политику. Ну, я лично уважаю, так же, как и много людей. Хотя у Димы будет большая проблема показывать и покрывать и доносить свою мысль до большого количества украинцев. Поскольку у него не будет и для него не будут открывать центральные телеканалы, у него не будет бордов, у него не будет избирательных сеток и так далее и тому подобное. Поэтому вот такой формат, как Праймерис, в том числе и мыслящим, и думающим людям покажет новых людей. И что самое главное, донесет голос новых людей до широких масс. Сейчас я пойду в тенечек, а кто тут чуть-чуть подзагорел. Так, как допустить и допустить фальсификацию выборов? Ну, для этого нужно объединяться, научиться, как это делать, потому что, если, например, неподготовленного человека отправить сегодня на выборы, я думаю, что вряд ли он сможет что-нибудь сделать, не понимая, чем он может противостоять вот этой системе. это нелегкий процесс, поэтому я думаю, что, чтобы не терять больше времени, мы должны прибегать, договариваться, как мы вместе объединяемся, под какими правилами объединяемся, что это за силы, какой бизнес этих людей поддерживает, какими инструментами мы доносим наших кандидатов или нашу мысль до большого количества людей и потом двигаемся дальше. Оппозиция сможет победить, как вы думаете, сможет ли оппозиция объединиться и победить Юлю на выборах. Я думаю, что цель оппозиции не Юля, а взагали тот прогнивший олигархический класс и правила, которые сегодня в Украине. И мы к этому объединению на самом деле готовы. Мы готовы даже полностью всей нашей инфраструктуры поддержать любого демократического сильного кандидата, который будет иметь самое большое доверие от народа и от других оппозиционных политических сил. Мы на это, я думаю, что будем готовы и все наши ячейки, и все наши представители разных регионов. Так, идем дальше. прокуратура Украины Ямагнит. Нет, ну не согласен, что это Ямагнит. Там есть очень много достойных людей. Ну, где-то я считаю, что 45%, 50% прокуратуры можно спокойно менять и убрать, а остальное можно перестраиваться на новую модель работы. Вы не думайте, что довыборы могут быть в декабре. Я сомневаюсь, что они будут в декабре, потому что они никому не нужны в декабре. Пока все прекрасно чувствуют себя и договариваются с теми кандидатами, которые сейчас в парламенте или вокруг парламента и так далее. Что вы делаете для того, чтобы набрать популярности для РНС, как работаете с людьми? Ну, в первую очередь, РНС, единственное, я думаю, что политическая партия такого калибра, которая не построена на деньгах, она настроена на энтузиазме людей и она не развалилась, несмотря на попытки ее развалить, там, депортировать, убрать или закрыть лидеров, дискритировать. Я на днях прочитал очень интересную социологию, где одна из компаний взялась за нелегкую работу. Они посчитали и вычислили тех политиков или каких-то общественных деятелей, на дискредитацию которых тратилось самое большое количество ресурсов финансового. Оказалось, что Саакашвили в этом плане лидер. Они потратили столько денег в протяжении нескольких лет, что вы представить себе не можете. То есть, они ежедневно тратили деньги на то, чтобы негативная информация ежедневно что Саакашвили доходила до миллиона 800 тысяч респондентов и адресатов каждый день. Это и социальные сети, это и телевидение, это пресса, все остальное. Буквально 2 миллиона человек ежедневно получали негативную информацию по разным моментам. Это были вбросы, вкиды, там какая-то дезинформация, начинаешь там, что кто-то кокаинщик, кто-то там сумасшедший, кто-то там у Кремля берет деньги и так далее, и так далее. И несмотря на это партия все-таки стоит. Мы едем по регионам, встречаемся с нашим активом, и что самое главное запустили тренинги, где мы обучаем тех людей, в первую очередь уговариваем тех людей, потому что не все хотят на самом деле не все в восторге идти в политику. В первую очередь порядочных людей надо оказывается уговаривать, чтобы они туда пошли. И потом пытаемся их обучить, как вести компанию без денег на мажоритарных округах, учитывая вот это законодательство. То есть сколько голосов нужно для победы, чтобы побольше нормальных людей зашло в парламент, и как вести компанию буквально, когда у тебя их фактически нет. Мы не претендуем и не сможем дойти до каждого села, но мы можем перекрыть города и для нас социальные сети и наша личная сеть родственников, близких людей, она очень опасна для олигархата, потому что у нас есть то, чего нет у них. У нас есть энтузиазм, у нас есть воля и у нас есть правда. Поэтому вот это все купить невозможно и вот этому мы обучаем людей. Так, идем дальше. как вы относитесь к кандидатуре деревянка на пост президента. Я думаю, что это нужно спросить у людей, а не у меня, потому что с Юрой у меня близки отношения, я могу быть необъективным. Юра сделала заявление, что он собирается идти к кандидатам президента, хотя не от РНС, и он пробует свои силы как самостоятельно политик, который может стать национальным, так сказать, лидером большой политики. Поэтому я думаю, что люди должны это решить, они Давид и не сам Юра. То есть если у политика есть поддержка, то он это понимает, люди это понимают, все это очевидно. Кто будет голосовать в праймерис? Если они состоятся, будут голосовать люди, но кто еще может голосовать на праймерис? Идем дальше. РНС будет выдвигать единого кандидата для участия на выборах президента. РНС готова поддержать единого кандидата от оппозиции, который будет иметь общественное доверие. Я бы, например, эту коалицию увидел бы следующим образом. Если бы Андрей Садовой, Анатолий Гриценко, Михаил Саакашвили, другие представители разных политических или гражданских организаций, Виктор Чумак, Валентин Наливайченко, кто еще, значит, на поле, Демальянс, Сила людей, смогли бы сесть за одним столом и определиться. Могли бы вообще выдвинуть нейтрального кандидата абсолютно, то есть ни одного кандидата из вышеупомянутых мной партии и поддержать такого кандидата, например. То вот эта схема бы хорошо сработала. Эта схема, я думаю, что была бы уже готова к победе и олигархат был бы обречен. Поэтому я думаю, что нам надо часто задавать вопросы большим игрокам, оппозиционным, так сказать. Еще раз говорю, там Андрей Садовой, Михаил Саакашвили, Анатолий Гриценко, Виктор Чумак, разные политические силы, которые в принципе должны договориться как-то. Вот это, я думаю, что будет бескомпромиссный и беспрезидентный случай, когда мы все можем вместе победить. «Как убрать залог? Успеете появиться кандидатура к выборам?» Эта кандидатура не успеет появиться, если мы не сможем сами в этом участвовать и подталкивать этот процесс. Само по себе ничего не появляется. Ваши отношения к Герасченко. К какому Герасченко или к какой Герасченко? К обоим Герасченко я думаю, что очень негативные отношения, потому что один понятно, чей человек, а вторая сегодня превратилась в современную Герман, которая сегодня Герман Порошенко. Курченко и правда испортил репутацию Саакашвили. Ну, репутацию Саакашвили никто не портил, я думаю, что надо в первую очередь разобраться, когда все-таки Петр Алексеевич Порошенко купил у Курченко телеканал за 20 миллионов долларов, как это обсуждается в пленках Онищенко и наконец-то расследовать заявления Онищенко, которые поступали и в НАБУ, и в другие государственные структуры, Генеральную прокуратуру. Ну, понятно, что Генеральная прокуратура этого делать никто не собирается, не будет, но у Артема Сытника, я думаю, как раз вот на фоне сейчас больших скандалов с Холодницким и так далее, есть шанс зарегистрировать это дело и показать людям результаты этого следствия и расследования. Я Шарья не смотрю, если честно, не знаком с его телевизионными продуктами. Так, Тавид в прямом эфире Чумак, и он опять говорит, мы должны опустить свои бюллетени, все равно должны голосовать. Я не говорю, откуда нам ждать помощи. Я думаю, что ниоткуда не надо ждать помощи. Американцы, бельгийцы и французы за нас не будут голосовать. Вместо нас они будут за нас сражаться и бороться. Мы должны сами решить свою судьбу. Сможет ли правящая власть сделать тихую замену верхушке РНС? Нет, не сможет, потому что РНС не партия, не организация фюрерская, где такое жесткое централизованное управление сверху. В РНС это идея и люди, которые объединяются вокруг идей. Любого навязанного кандидата на верхушку так называемую или я, например, если слечу завтра с катушек, меня просто уберут люди, которые в РНС не за денег, а просто за идею и так далее. будет ли технический кандидат от партии вместо Саакашвили с амбициями Саакашвили? Я думаю, что не стоит даже отвечать на ваш вопрос. Спасибо, хотя, за вопрос, но мы не за то бороли, чтобы у нас были какие-то технические кандидаты просто ради того, чтобы участвовать в выборах. еще раз повторяю, если за одним столом сядут несколько политических организаций, самопомощь, ромадьянская оппозиция, рух новых сил, демо-альянс, европейская партия, народный контроль, другие, кому вы доверяете, выдвинуть единого кандидата, мы готовы поддержать такого кандидата. Я лично готов и большая часть моих друзей и однодумцев. Як вы думаете, насколько Европа готова на поступки Путину, шо до Украины, до Крыма, до Басу, Европа сдатна под всем питанием и дявить Путину реальный ультиматум? Нет, никто уже каких-то реальных ультиматумов никому предъявлять не будет, я так думаю, потому что это все зависит от нас, насколько нам, насколько мы сегодня готовы, что мы состоявшаяся страна. Мы в первую очередь должны определиться, чего мы хотим для себя. Мы хотим оставаться каким-то Вьетнамом, военным тогда, в те времена Вьетнамом, где обходились фактически и подходили к Вьетнаму по другим стандартам и считали Вьетнам как полигон фактически супердержавы или мы хотим стать частью Европы. Если мы часть Европы, то Европа должна быть в наших головах. Я так думаю и так считаю. разговаривать о том, что мы очень нужны Европе и без нас Европа никуда не денется, это тоже ошибочное мнение, потому что несмотря на географическое местонахождение в мире современных технологий, другие государства растут намного быстрее, в том числе и африканские, чем Украина. И сырье Европа забирать может и из других уже стран, в том числе и Малой Азии и так далее, и так далее. Поэтому мы не должны как-то питаться какими-то иллюзиями, что Европа ради нас с кем-то будет накалять или обострять отношения. Если мы своим образом жизни доказываем, что мы часть Европы экономикой, правами человека, нашим собственным мышлением, которое в первую очередь Европа должна быть в голове у человека, а не просто вышиваньки или просто там в швырянии разными постулатами и словами, то больше шансов будет на поддержку Европы, поскольку они поймут, что вот это страна, которая состоялась и стремится к нам. нельзя ненормально, чтобы постоянно Европа заставляла или Америка или Международный валютный фонд заставлял нашу власть делать элементарные какие-то государственные шаги, например, создавать суд, чтобы он работал просто судом, например, как бы он ни назывался, антикоррупционный суд, антиолигитический суд, это же обычный суд, который должен выполнять свои функции. В этом плане, конечно, такая очень обидная и смешная ситуация, когда такое ощущение, что вот Международный валютный фонд слышит Европу, то есть избирателей в Украине больше, чем это делает, например, Петр Алексеевич Порошенко или большинство в парламенте и так далее и тому подобное. Это когда-то закончится. Так, идем дальше. Ну, садового не треба, говорят, он чудово сперепрацует Порошенко, треба новые люди. Садовой сегодня является успешным мэром Львова и это факт и за ним стоит достаточно большая демократическая политическая сила самопомощь. Поэтому, я думаю, что позиция садового на этих оборотах будет очень важна. Так, идем дальше. Сергей Сергей Черныш, я думаю, что вам ответят на мое отношение к обоим Герасенко. Просто вы дублируете уже вопрос в сотый раз. не жалейте ли сейчас, что приняли предложение Порошенко приехать в Украину? Нет, не жалею, поскольку я думаю, что это не только было предложение Порошенко, а постмайдановской Украины, которая нам была очень близка. И если бы я жалел, то я давно бы уехал и не рисковал многим находясь в Украине сегодня. Так. Так. Вот много наших друзей из Грузии пишут, чтобы я вернулся обратно. Всем привет, мои друзья из Грузии, все будет хорошо, мы все имеем свою функцию и роль, поэтому конечно мы вернемся, но я несколько раз сказал, что работать в государственной службе Грузии я не собираюсь уже, но помогать всячески буду конечно моей родине. Когда вернетесь в Одессу, одесситы заждались. Вот в Одессу Одесса очень классный город, вы знаете в том плане, что у одесситов самое такое уникальное врожденное чувство маркетинга. Одессы могут продавать даже несуществующие, вот то, чего у Одессы уже давно нет, я имею ввиду экономического развития, инновации, которые оттуда давно уже уплыли и ушли, одесситы все равно они веселые, оптимистически настроенные, несмотря на то, что ими управляет бандит, откровенно сегодня и бандитская такая среда, не только труханов, но там много разных кланов управляют сегодня Одессой, они теряют этого оптимизма, то есть вот в Одессе есть то, чего нету, например, вот Черкасской области или Черниговской области или других, даже во Львове нету такого, у них самоврожденное чувство и качество или у вас, кто меня сейчас смотрит, маркетинга и вот то же самое, например, в Сингапуре, в Сингапуре я помню, когда я был единственный раз, любой человек, с которым ты знакомишь, сразу пытается тебе что-то продать или предложить, свои услуги, там климат какой-то инвестиционный или какие-то технологические моменты в Сингапуре, рассказывает, как там все классно, потом предлагает какой-то свой продукт, например, да, познакомились с человеком, который доставал, у него было специальное снаряжение, он опускался на глубину разных морей, поднимал оттуда затопленные корабли и находил такие диковенькие в затопленных кораблях и потом продавал за какие-то миллионные, значит, средства, и когда мы с ним встретились, он для нас провел презентацию, вот, говорит, если вы приехали с президентом, у вас большие контакты по всему там Среднему Востоку, Дальнему Востоку и Арабским странам, можете мне помочь, с каким-то шейхом договориться и так далее, или, например, даже в ресторане ночью, там, в кафе, когда мы сидели там и отдыхали с нашими друзьями, ко мне подходит парень, сингапурец, и говорит, вот, что вы тут делаете, ну, мы там не стали ему говорить, что там политика, там, депутаты и так далее, ну, по бизнесу на английском, бизнес-трип, и он вдруг зовет какого-то сингапурца, индуса этнического, и говорит, познакомься с ним, вот он лучший юрист, говорит, по логистике в Сингапуре и так далее, вот такое же есть в Одессе, только, к сожалению, экономическая среда настолько прогнила, что вот эти инновации и развитие давно оттуда ушла, и если вот это все вернуть на свое место, Одесса бы просто взлетела бы, а в Одессе навести порядок невозможно, если не поменяется общий фон в стране, в Одессе нужно провести, ну, я, может быть, не должен так говорить, но какую-то правовую, какую-то варфоломийскую ночь, правохранительную, надо за несколько ночей там зачистить всех этих бандюков, контрабандистов, освободить просто Одессу от этих пиавок и выстроить и предложить новую экономическую модель работы Одессы, и она взлетит, реально она полетит, поэтому Одессу я очень люблю, но еще раз повторяю, что если не поменяется общий фонд в Днепре, в Харькове, во Львове и в Киеве ничего хорошего в Одессе, к сожалению, не светит. Так. 5-10 доверять нужно. Ну, 5-10 на самом деле уникальная партия тем, что там очень много идейных и талантливых людей, в отличие от их лидера, которые, в принципе, имитируют, я бы сказал бы, либертарианство. Он просто, не знаю, этим развлекается или что, но он реально смог, и они смогли собрать несколько тысяч таких идейных людей, которые также на чистой идеологии вот 5-10 смогли как-то объединиться вокруг этой идеи, но дальнейших шагов у них, к сожалению, нет. И когда часть из представителей партии 5-10 приходили на наши акции под Верховной Радой, их лидер обиделся, он от них требовал срочно оттуда уходить, не ссориться с властью и так далее. Не ссориться с властью и продвигать вперед либертарианские ценности, это несопоставимо, нереально. Поэтому, я думаю, что если все нормальные, идеальные люди поймут уже сегодня, что они должны идти дальше и не оставаться в заложниках у своего лидера и развивать либертарианскую идеологию на других платформах или в альянсе с другими платформами, то все получится. Спасибо Сиэтлу, у нас смотрят и Сиэтла тоже. Да, ну, с Рошадом Тагиевым согласен, что каждый крупный регион управляется партийным криминалом и не только. Сергей Черныш, я вам отвечаю тысячи раз уже про Герасченко. В первую очередь, уточните, кого вы идите в виду, Антона или Ирину. Обоим отношусь очень негативно. Я не понимаю суть вопроса, что я должен сейчас восхвалять или одного, или другую, или что. Ну, слушайте. Жду вопросов. Да ведь, чего ожидать от Порошенковского гнезда? Ну, я думаю, что ничего хорошего. И будет удивительно, если люди проснутся в марте месяце и те, которые ожидают, что Порошенко все-таки уйдут через выборы и получат опять же Порошенко президентом, в чем на самом деле и высокая вероятность. Я думаю, что все-таки во втором бутуре вероятнее всех могут оказаться при конкуренции ресурсов Юлия Владимировна и Порошенко и там будет 50 на 50. Вот в данном контексте не хочу никого пугать, но пока никакого предпосыла противоположного не существует. Поэтому на месте Порошенко я вообще не шел бы на выборы, потому что если даже он победит, я думаю, что уже следующую каденцию он досидеть не сможет, его просто снесут. Поэтому я думаю, что на его месте можно остаться историческим президентом так или иначе, спокойно сказать, что вот я со своими минусами и плюсами все-таки делал то, что смог, я ухожу спокойно и передаю эстафету другим. Тогда его много в чем, я думаю, что будут прощать. и он как-то политически сделает правильный поступок. Хотя, зная его, конечно, он этого делать не будет, и он будет рисовать какие-то комбинации, тратить сумасшедшее количество денег, наворованных на этих выборов, и строить какие-то сетки, чтобы нет реальных инструментов и рычагов на изменения. Поэтому концепция, конечно, она есть. Я думаю, что Украина в этом плане может как раз стать инновационной страной. существует такая очень интересная вещь, называется блокчейн. И на блокчейн сегодня переходит весь мир. На сегодняшний день даже есть, наверное, где-то 60 разных профессий, которых через несколько, 4-3 года вообще не будет. Я думаю, что не будет также той архаической какой-то системы голосов и голосования, которая на сегодняшний день существует, такая, коррупционно-денежная. Члены комиссии, наблюдатели. Если все могут голосовать электронным путем, то какая проблема вообще все вывести на блокчейн технологию и так почитывать голоса. Но этого, конечно, никто сейчас делать не будет, кроме нас. Мы с вами, наверное, единственные люди, которые к этому можем прийти. Сейчас могут звучать аргументы, что вот Путин этим воспользуется, там русские воспользуются, будет реванш и так далее. Этого нельзя делать. Никакого реванша не будет. Блокчейн технология работает вопреки воле Путина на сегодняшний день или там Ким Чен Ира или других каких-то диктаторов и она будет работать прекрасно и в Украине. Какие телеканалы готовы давать вам эфирное время? Пока никакие, кроме Зика, который нас постоянно приглашает и временами Ньюсуан, хотя меня лично Ньюсуан давно не приглашал, несколько месяцев я там не был. Поэтому я не могу сказать, может быть, никакие телеканалы и четвертый канал, извиняюсь, чтобы не обижались наши друзья, четвертого канала, четвертый канал нас приглашает, который очень маленький и пока медленно очень растет. Давид, удачи тебе, Запорожье с вами. Спасибо, мы тоже с Запорожьей. Объединяйтесь с Юлией. С Юлией мы объединяться никак не сможем, потому что у нас разные идеологии, хотя к ней есть уважение, потому что самые такие политические жаркие и тяжелые моменты она принимала политически правильные решения в отношении нас, поддерживала, была с нами на Краковце, на Шагинях, ходила в суды и так далее, поэтому будет неправильно, если мы не будем сейчас об этом говорить, но наши идеологические ценности и стиль работы и методы работы они диаметрально отличаются. Как вы думаете, у Вакарчука есть возможность стать президентом? Я думаю, что есть достаточно хорошая, если он все-таки примет решение заходить, но все зависит от того, как он будет себя позиционировать и как он будет вести компанию? Она будет агрессивная компания, умеренная компания, насколько он сможет консолидировать демократический табор вокруг себя, например, и так далее, конечно, у него появится шанс стать президентом, я его хорошо знаю, он умный человек, не могу назвать, что он просто певец и больше ничего, он достаточно начитанный, образованный человек и имеет свои ценности, поэтому, конечно, иметь шанс. Давид, я не знаю ни одного человека, ни одного, кто проголосовал за Порошенко, но я, к сожалению, знаю, как эта технология работает, я знаю много людей, которые готовы продать свой голос за 200 гривен, поэтому мы даже вот с моим товарищем сидели и подсчитывали, сколько может стоить, например, Порошенко скупить голоса, он может, например, влить там где-то 300-400 миллионов долларов только на скупку голосов, вы представляете, какая это сила и сколько денег и сколько это избирателей в денежном плане, поэтому, ну, никогда не говорите никогда, поэтому надо быть очень осторожными, я думаю, что поэтому в конкуренции ресурса, а не идеи у Порошенко есть много шансов, к сожалению, опять же, стать президентом Украины. Миша вернется в Украину или в Грузию? Я думаю, что и там, и там. Просто это дело времени. Ну, согласитесь, лучше уже быть в Грузии, чем сидеть в Амстердаме и не быть активным или в грузинской или украинской политике, которая очень сильно взаимосвязана. Но где бы он ни находился, он будет все равно оставаться, я думаю, большим фактором и в Грузии, и в Украине. Ваши отношения к Первонациональному Украинскому Конгрессу? Ну, непонятные пока у меня, к сожалению, отношения, я не понимаю, к чему это все и к чему это все приведет. Я не знаком с Ташбаевым, не знаком с Бубенчиком и не считаю, что это выход из данной ситуации. Тавид, вы серьезно считаете, что Порошенко надо покупать голоса в какой-то параллельной реальности? Да, ему надо как раз Татьяна Пустовая покупать голоса. Абсолютно с вами могу поспорить в этом плане и будет покупать голоса. Абсолютно. Ну, гола за 200 гривен мы не скаленим, к сожалению, пока народ будет ребят, я думаю, что не стоит. Так, еще вопросы читаем. как вы относитесь до Танебока и партии Свобода? Я думаю, партия Свобода достаточно уже глубокая история, но я не считаю, что на общенациональном уровне они когда-нибудь могут прийти к власти, потому что а также на юге они сильны в определенных районах Западной Украины, поэтому, конечно, они будут и оставаться будут игроками в определенном сегменте и региональном контексте Украины, но не на центральном, я так думаю. В Грузии каковы шансы на победу оппозиционного кандидата? Очень велики, поскольку, несмотря на все сложности, которые есть в Грузии, а они есть, там очень похожая ситуация, потому что партия находится в такой неравной конкуренции с олигархом, у которого 7 миллиардов долларов и плюс административный ресурс, но у наших друзей там очень хороший кандидат Григо Лвашадзе, который является очень достойным человеком, бывшим дипломатом, при министерстве которого открыли 60 новых посольств, и он фактически объявил войну оккупации России, приостановил процесс признания независимости оккупированной Абхазии и региона Цхенвала, так называемой Южной Осетии, который не существует. И вот такой у нас хороший кандидат, очень солидный, очень такой весомый в дипломатических кругах и политических кругах, но опять же все упирается на неравность участия на выборах и неравное соотношение ресурсов. Но я не сомневаюсь, что люди сделали уже свои выводы, Грузия обнищала сильно за последние 6 лет, из Грузии выехало где-то 750 тысяч грузинов, граждан Грузии за последние 6 лет из страны, это где-то 20% населения, и могу сказать на примере моих близких и товарищей, что люди потеряли очень много добра, и страна остановилась, поэтому да, есть большие шансы победы в Грузии нашего кандидата. Давид, объясни конкретно по кандидатуре РНС. Олег, что объяснить конкретно о кандидатуре РНС? Я говорю, что мы просто участвовать, чтобы участвовать в выборах и прослять эти выборы не собираемся в таком формате. Или у нас будет сильный кандидат, который сможет побеждать на выборах, пока такого не видно, к сожалению, или мы готовы поддержать, если за одним столом будут сидеть разные демократические и политические силы, можем участвовать в переговорах, поддержать единого кандидата от оппозиционного демократического табора. Вот наше отношение к президентским кандидатам. Мы спокойно, без истерики, готовы работать дальше, усилять наши структуры, защищать голоса, драться, рвать, имитать и так далее во благо единой цели, чтобы наконец-то у нас появился достойный, сильный кандидат от единой оппозиции. Не обязательно, чтобы он был из нашего кола, из спортивного кола. Тавица Акашвили сам неправильно поступил, ему надо было объединяться не которыми политиками и гражданскими организациями. Потом сделал Майдан, он как хороший специалист не должен был ошибиться. Ну, вы знаете, есть разные методы ведения политики и выбор каждого политика. Михаил никогда не мог стоять в стороне и всегда ввязывался в самую горячую борьбу. Другой, например, на его месте поступил бы так, он где-то сидел бы в качестве эксперта, в лидера мнения, никого бы сильно, жестко не критиковал со стороны власти, например, оставался бы этим экспертом и выжидал бы своего шанса. Миша ввязался в политику, он показал, что реально означает радикальная и бескомпромиссная политика, да, он от этого пострадал, потому что в драке любой из нас страдает, в драке любому самому сильному борцу тоже попадает. И, ну, есть как есть. Все прекрасно видят, что после его выдворения по беспределу унизительно из страны, в стране абсолютный политический штиль. Вот ничего не происходит, вы же сами видите, да, вот никакой альтернативы. Кто-то в Чехию, в Прагу едет на какие-то конгрессы, чтобы как-то удовлетворить эмоции как-то для выхлопа какого-то эмоционального и так далее. Кто-то на месте возмущается, ждет своего момента и так далее. Но факт, как бы к нему не относились, он был фактором и движком оппозиционного протестного движения, которого, к сожалению, не поддержало большое количество оппозиционных тогдашних сил, больших партий, так сказать, или средних партий, да. Об этом надо откровенно говорить. Хотя мы не маленькие мальчики, мы не держим на кого-то обиду, это не лично, это нужно преодолеть и идти дальше. Мы же говорим о стране сегодня, а не о личных интересах. Поэтому у всех есть выбор и он для себя сделал такой выбор. Уже об этом говорить, разговаривать поздно. Может быть, я ему посоветовал бы тогда не поставляться самому, потому что не так сильно оценили то, что он делал, люди, как я думаю, что должны были это оценить. Я бы с этой точки ему посоветовал бы в такую драку тогда не ввязываться и выждать своего момента. Но вот он сделал как делал и этим он не отличается от других, по сути. Ну, а почему на нейтральной территории? Вот это попахивает как раз, я думаю, как раз какой-то подставой. Почему проводить украинский конгресс на территории Праги, когда нас никто не выгонял, по сути, как Михаила из Украины? То есть, я думаю, что это была какая-то попытка, я никого не оскорбляю, чтобы как-то вывести эти эмоции за мережами державы и показать людям, что вот какие-то агрессивные люди там собрались, выдвинули своего кандидата, что-то там кипит, кипит, кипишет и ничего окончательно не придет к номинателю, да, вот в этом и у меня какие-то вот реально подозрения, потому что это могло быть одна из технологий, которая используется, как сказать, в разделении энергии и протестного электората, так сказать. Я Алиеву отвечаю на вопрос, я уже ответил на этот вопрос, Украина или Грузия и прошу посмотреть мой стрим, чтобы не повторяться, спасибо на ваши вопросы. Сегодня обзавелся бы широкой поддержкой широкого кола демократических сил. Мы тут на топ-5-10, шостка-5-10, партия-5-10 либертовали в Грузию, да, поэтому с большим уважением на самом деле я считаю, что партия-5-10 это тот случай, когда реально идейные люди пытаются за что-то сражаться. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, готовы ли Европа и США до конца продавливать антикоррупционные органы и надавят ли они на схемы Холодницкого, на смену Холодницкого. Я думаю, что давить на определенные участки создания антикоррупционных органов они всегда будут, но это не означает, что они будут управлять страной заместь и вместо влады и правительства, которое мы сами выбираем. Но это нереально, невозможно надеяться, что кто-то за океаном будет постоянно управлять Украиной и поталкивать на прогрессивные дела. Или мы все с вами меняем этот гнилой контекст и приводим к власти адекватных и вменяемых людей, или все останется так, как есть. Нельзя надеяться, что кто-то за нас, какой-то француз, бельгиец или британец будет постоянно платить налоги за то, чтобы Украина получала миллионы транша или миллиарды, которые потом будут деребанить олигархи и воровать наши чиновники. И постоянно нам говорить, что ребята создавайте те органы или институции, которые нужны для функционирования, нормального функционирования государства. Такое не случится постоянно. Потому что, еще раз, если мы не докажем, что мы не Вьетнам предвоенный или военный Вьетнам, разговариваясь так, что учитывая неправильный выбор людей, Трамп или Меркель будут сильно переживать и не считать легитимными тех людей, которые на сегодняшний день будут избираться в Украине. Они разговаривали и беседовали с среднеазиатскими и африканскими диктаторами, когда стоял национальный или географический какой-то геополитический интерес супердержавы. Будут и разговаривать и с другими, и с Януковичем же тоже они разговаривали, никаких проблем. Кого мы выберем, насколько мы хотим, чтобы у нас была достойная власть, чтобы мы не позорились на весь мир, это уже наше дело. Наше с вами дело. То есть мы сами должны задать тон и стандарт нашей жизни и стандарт развития Украины. Кто мы сегодня? Страна третьего или четвертого ранга или уровня, или мира, или реально страна, которая за следующие десятилетия имеет шанс стать ведущей экономической страной Восточной Европы, например. Здравствуйте. Почему власть ничего не делает, чтобы освободить Олега Сенцова? Ну, власть и Надежду Шавченко вызволяла и пьярились на этом. Кстати, вот Ирина Герасченко, я помню, там летела вместе с секретарием президента и там пьярились на нем и все вешались на ней и так далее, так далее. В результате ее посадили. И вы знаете, сейчас в этой ситуации очень сложно уговаривать весь мир и свободный свет, демократический свет, что Сенцова в случае Сенцова не повторяется история Савченко, например. Да, вот я абсолютно честно говорю, то есть про Надю можно говорить много, что там она эксцентричная была, специфическая, не эксцентричная и так далее, но это просто позорный поступок, который совершила наша власть, девушка, за которой весь свободный мир боролся, чтобы она вышла, ее освободил Путин, ее посадила независимая украинская власть. В этой ситуации можно было бы поступить по-иному, можно было просто ее позвать, не вести оперативную разработку и оперативную игру, которую с ней вела спецслужба все это время, позвать Надю, положить эти все материалы и притупить Надям из-за уважения государства, государства Украина и всем тем людям, которые за тебя во всем мире сражались и болели, мы тебя трогать сейчас не будем, потому что это престиж не твой, не Надя Савченко, а Украины. И на этом фоне сейчас очень усложнилось на международном уровне, наверное, я не сомневаюсь, поддержка Сенцова, к сожалению, которая является политическим заключенным и личным заложником Путина в этом плане. Поэтому вот этот глупый поступок, пиарный поступок в плане Савченко, в котором участвовал Порошенко, Луценко и весь правоохранитель свет Украины, к сожалению, довел до такой ситуации, что за Сенцова сейчас браться никто не хочет. Поэтому я думаю, что это просто можно было разрулить по-другому. То есть я не сомневаюсь, что к ней подошли, она где-то высказалась достаточно негативно в отношении к власти или к парламенту, кто-то перепугался, пошел, доложил своему руководству, а они сказали, да, все нормально, идем, ребята, пишем и разыгрываем эту всю историю дальше. Потом ей выделяют СБУшных людей, агентуру разную, дают ей контролируемое уже оружие, проворачивают, поставляют фактически ее, ведут всю эту операцию и потом продают как спецоперация, которая должна зайти в учебники истории спецслужб, как заявил об этом гордый Петр Алексеевич Порошенко. Мне бы на его месте было бы стыдно, потому что человек, который на ней пиарился, вешались на нее вся политическая элита Украины, и потом закрываешь ее в тюрьме, ну, как-то это очень унизительно, и, мягко говоря, случай для страны Украины, они не Порошенко. Приветствую Роксолану Хмару, кто не знает, она супруга Степана Хмары, нашего старшего друга. Все. Есть еще вопросы? Если нет вопросов, то можем, в принципе, закончить. Я к вашим... Вы не поддерживаете Лизу Богуцкую. Лизу я поддерживаю, конечно, как правильного человека, который с нами уже давно. Почему никто не ответил за смертью на Майдане? Ну, потому что, да, есть много вопросов, и ни у кого нету интереса или смелости об этом четко и открыто заявить. Вот это есть проблема, я думаю. И следующая власть должна на это ответить, я думаю, очень четко, потому что есть разные сплетни, кто стрелял, кто не стрелял. невозможно фактически уже пятый год вести расследование и что-то не расследовать. Ну, следствие обычно сейчас рассказывать, что там кого-то не наказали за расстрелы на Майдане, ну, я думаю, что будет очень смешно. Есть ли у РНС стратегия освобождения Украины от внутреннего врага? Есть, конечно. Мы люди с опытом, мы не сверхъестественные какие-то чародеи, но мы чего-то где-то добивались. Наша репутация ничем не запачкана, в первую очередь не запачкана и не запятнана коррупцией и в наших редакциях именно такие люди. И я думаю, что РНС это платформа как раз для всех нормальных и адекватных людей, не взирающие на партийные какие-то принадлежности или партийный флаг или символику, чтобы все мы объединились вокруг демократического прогрессивного центра, потому что власть это очень сложный феномен и очень сложно укомплектовать быстро власть с профессионалом и высокого уровня, с опытными людьми и так далее. Это как цикл, туда заходят люди, кто-то справляется, кто-то не справляется, кого-то надо потом менять, усовершенствоваться и так далее, и так далее. Это очень сложный процесс, поэтому у РНС есть такая программа, у нас даже расписано все на уровне плана на первые 70 дней работы парламента, оно все на нашей страничке, поэтому можете с этим всем ознакомиться. Там на самом деле очень простые такие речи, там нет ничего сверхъестественного, нет проблем, например, принять закон и обозначить на законодательном уровне, кто такой олигарх, и ограничить олигархат в субсидиях, ограничить олигархат в привилегиях и владения телеканалами, ограничить их и заставить их вернуть в государственный бюджет и выполнить инвестиционные обязательства, которые они брали, приватизируя за копейки государственные предприятия, там заложена очень четкая программа по здравоохранению и так далее и тому подобное. Кстати, я на днях спорил со своими друзьями, там было очень много таких образованных умных людей, которые работали на разных уровнях, и там мы спорили о реформе здравоохранения. Вроде все говорили, что это правильно, что сейчас деньги идут за пациентом, что все правильно делается и так далее, но я просто задал один вопрос, вот например, откуда брать главному врачу больницы на местном уровне деньги на капитальные расходы или на ремонт, например, предприятия своего. Они сказали, мэрия, муниципалитет должен это финансировать, то есть уже там заложена коррупция получается, то есть уже человек должен пойти договориться с мэром, чтобы он выделил ему какой-то ресурс на ремонт, но уже есть определенный риск. Потом мы сказали, что невозможно, например, это все довести до конца, потому что невозможно провести приватизацию из-за того, что люди не будут покупать и бизнес не будет заинтересован и покупать больницу, потому что они слишком большие и никто не будет за это платить деньги. Так если в других странах покупали эти больницы, потом их модернизировали, уменьшали и делали их прибыльными, почему в Украине никто не будет покупать? Почему мы всегда делаем все по-другому, по сложному пути? То есть есть страховая медицина. По страховой медицине звучал аргумент, что она у нас не будет работать, потому что у нас пенсионеров побольше и пенсионеры будут больше обращаться за медицинским обслуживанием или за медицинской помощью и это будет невыгодно кому-то. Слушайте, другие страны же как-то прошли через это. Что означает? Почему у нас все время медицина и все должно висеть на государстве? Почему? Когда у нас абсолютно не открыт например, рынок для частного бизнеса, для страховой медицины. Он абсолютно закрыт сегодня. И эти деньги все равно находятся в тени. так, еще вопрос сейчас посмотрю. Экономическое чудо в Украине возможно, конечно, для этого нужна правильная власть, оно само по себе это чудо не произойдет. Нужны правильные люди, правильная налоговая политика и понятные для всех правила. Вот на примере Одессы я сказал, что в Одессе одна большая проблема. Настолько все привыкли работать по темной такой модели экономики, что в принципе никто не понимает, что им предлагается взамен как альтернатива. Поэтому новые правила и что самое главное люди и чиновники, которые придут к власти должны излучать абсолютно новые ценности. государственная служба это вот как армия, вот как в армии например кто-то равняется на своего комбата или генерала или полковника или офицера рядовые солдаты, чиновники должны равняться на их руководителя, идейного какого-то лидера, менеджера, который излучает своим образом жизни и ценностями и работой пример для всех других остальных. Вот например когда я работал Грузии генеральным прокурором мой руководитель генеральный прокурор работал намного больше чем я, читал намного больше чем я и намного был умнее чем я в этом плане. Поэтому и мне хотелось как-то быть равняться на него и так далее. Так кто-то от меня требует категорически Андрей Кокорев ответить на что ответить? Аппендицит 2000 гримм почему? Потому что страховая медицина не работает в Украине ее надо запустить потому что деньги должны перейти об абсолютно новый рынок и не гулять по карманам чиновников вот в этом есть проблема Украина ничем не отличается от других больших или средних стран которые спокойно приезжали на страховую медицину. Мы хотим сохранить совковые убыточные все помещения убыточные помещения которые сегодня не ориентируются на прибыль и выдумывать какой-то новый велосипед чтобы деньги будут ходить за пациентом и все будет нормально пока менеджер больницы не будет заинтересован чтобы больница была рассчитана на то количество больных которые реально нужны тому округу то есть то количество коек пока он будет заинтересован оптимизировать расходы пока он будет заинтересован чтобы у него работали самые лучшие доктора которые приведут большое количество пациентов пока он не будет заинтересован чтобы больница зарабатывала больше чем конкурент без конкуренции на рынке ничего не происходит если бы не было бы конкуренции у меня бы в руках сейчас не был бы самсунг телефон и вот эта штука палочка вообще бы не было мобильного телефона например если бы не было бы конкуренции не было бы и то было бы ужасным и невкусным, наверное, вы все помните советское время, да, поэтому от совка надо уходить максимально быстро, ну что тут непонятного, поэтому аппендициты 220 тысяч, поэтому, ну да, согласен с вами, применить частные клиники, частные клиники надо, надо построить и сделать их заново, вот я сейчас вам покажу больницу, поликлинику, вот центр Киева, смотрите, Печерска, вот я не сомневаюсь, что вот это, вот эта клиника на самом деле не работает сегодня на прибыль, за коммунальные услуги этой клиники, вот видите, центр Киева, Печерск, IQ-центр, а за ней вот огромная поликлиника, и за это вы все платите налоги, за коммунальные условия и услуги, а главврачу этой клиники абсолютно не интересует оптимизировать свои средства и расходы, вода течет в кране, то, слушай, пускай течет, я же не плачу за это все, ремонт нужно сделать, надо с мэром договориться, с местным, чтобы он выделил деньги за откат и сделать там ремонт и так далее, а что касается деньги за пациента, ну там всегда можно найти какие-то лазейки и так далее. Как вам работа Луценко? Ну, я думаю, что я должен вам задать этот вопрос, я-то знаю, как его работа, но я опять повторяю, что в стране сегодня нет ни одного обвинительного приговора, ни одного приговора обвинительного против даже и в отношении хотя бы одного чиновника мелкого или среднего ранга. Вот вам и работа генерального прокурора. Как без крови взять власть? Так как это сделал Пашинян в Армении. Вот Армению можно сравнить по по сфере влияния России, как не только на страну, которая попадает под политическое влияние, фактически Армения такая геополитическая большая военная база для России. И несмотря на это все равно один-единственный человек по фамилии Пашинян без ведома, без согласия Путина поменял там власть, без денег причем. Мирно, без единого выстрела, без кровопролития и так далее и тому подобное. Хотя в Армении другая была ситуация. В Армении накопилось недовольство за последние 26 лет существования Армении. То, что произошло в Украине несколько раз, в Армении произошло в этом году. Поэтому классически сравнивать Украину с Арменией нельзя, но есть же пример, что это там сделано, да. Как вы оцениваете медреформу Супру? Я думаю, что эта реформа не взлетит. Это попытка что-то поменять наполовину, а наполовину реформа не получается. Наполовину и четверть реформа, например, четвертью реформа, я бы назвал реформу патрульной полиции. Она в конце концов провалилась. Почему? Потому что на четверть имитировать реформу и делать только какую-то часть внизу вверх реформы не получается. Или надо менять все одновременно и комплексно, или ничего не трогать вообще. По Донбассу и Крыму мы изначально, в начале стрима, я озвучил свою позицию, можете там ее прочитать. Я не считаю, что это единственная правильная, может быть, моя позиция, но с чего-то надо отталкиваться и доходить до того момента, когда мы можем предложить людям, которые там живут, альтернативу, в чем заключается философия современной Украины и что она им предлагает. Предлагает им новая Украина новые дороги, современные школы, самые современные больницы, современное страхование и все остальное, и админуслуги, которые должно предлагать государство и хорошую налоговую систему. Еще раз повторяю, у меня к вам вопрос. Было бы у нашего пенсионера украинского пенсия на 20-25% больше, чем у российского? Ответьте мне, пожалуйста, захотели бы ли они жить в России сегодня? Если бы в Украине уровень жизни был намного лучше бы, если в Украине были бы лучшие школы, больницы, инфраструктура, низкий уровень, намного низкий уровень коррупции, где они бы захотели жить? Если мы это сегодня им не можем предлагать, то они будущим не захотят с нами жить. Особенно Крыма касается это все. Поэтому нам надо создавать сумасшедший контраст и показывать и демонстрировать большие победы для того, чтобы они захотели идти дальше. И в военном плане быть готовыми, чтобы в случае необходимости защитить свои территории и возвращать свои территории. Потому что, ну, к сожалению, никто нам их не подарит. Надо обратно себе забирать то, что принадлежит нам. Ну, это такой мировой закон, и в истории еще никогда ничего такого не происходило, что кто-то, какая-то империя мирно там самостоятельно кому-то что-то там даровало, например. Да, я согласен с Еленой Денисенко, что у патриотов апатия. Я тоже иногда себя ловлю на этом моменте, что вот все как-то надоедает, наступает апатия, что ты борешься с ветряными мельницами и так далее, и так далее. Но, ну, наверное, это какие-то этапы в жизни или в году, когда это надо как-то пережить, отдохнуть и опять приступать к бою, идти дальше. Внутри РНС какая идеология? Как подвигаются люди? РНС – открытая платформа для каждого активного человека. Идеология заключается в широкой платформе реальных изменений в стране. И те люди, которые готовы сегодня взяться за громаду, за конкретный район, за свой дом, за энергию, которые приведут к победе. У нас, у них есть наворованные у нас деньги, за которые они пытаются нас обмануть, перехитрить, перекупить и так далее. Согласитесь, что наши качества намного сильнее. Но масс нас мало, и мы плохо организованы пока. Если мы в плане организации наладим и выстроим эту организацию, то все выстроится, и все будет нормально. Еще, значит, читаю. Я могу узнать, наконец, как относитесь к ГНАПу. ГНАП у нас уже очень хорошо. Я считаю, что любой правильный, агрессивный, бескомпромиссный лидер или кандидат может сегодня всколыхнуть ситуацию, потому что народ в сознании рисует разные комбинации разных политических лидеров, которых им бы хотелось бы поддержать. ГНАП, если он зайдет агрессивно, и он докажет и покажет, продемонстрирует свою борьбу уже в качестве политика, я думаю, что у него есть очень большие шансы. На это я ему желаю удачи. Якуан Кива? Ну, вот это я даже комментировать не буду. Как мне Кива? Ну, Кива при Де, порядок на ВДе, да, то, как говорится. Михаил, не дать возможность олигархату опять украсть ваше и наше будущее. Ваше мнение с новым президентом, закончится ли война на Донбассе? Нет, не закончится война на Донбассе, но с новым президентом может, наконец-то, запуститься реальный прогресс в Украине. Это реально, которое ускорит процесс возвращения и интеграции у Донбасса. Как убедить стариков? Ну, вот, если у вас есть дедушка или у ваших друзей есть дедушка или бабушка, надо с ними работать, потому что дедушка и бабушка будет больше слушаться вас, чем Олега Ляшка, например, да, или там других политиков, которых продвигают через ящик, из-за обезьян делают политиков потом и пытаются это все потолкнуть. Поэтому надо с ними работать, потому что каждый дедушка и бабушка больше верит в своего внуку или сыну или дочке, чем продажному политику. Поэтому не надо... Самое главное, что вот когда мне задают вопрос, я задаю встречный вопрос. Со сколькими из них вы пытались реально поговорить и их убедить? Давайте вот посчитаем, сколько человек мы пытались каждый день убедить не поступать неправильно, не продаваться, не вестись на провокации телеканалов, не одурманивать себя техническими продажными политиками и так далее, и так далее. И это будет как на каком-то моменте, на какой-то процент. Мы не можем и не в состоянии самим запускать праймерис и их администрировать. Мы готовы как важный компонент организационным подключиться к этим праймерисам и участвовать как соорганизатор этого всего, потому что неправильно будет, если только одна из политических сил, которая также в них будет участвовать, организовала и брала на себя все. То есть это будет несправедливо и непропорционально к общим результатам, так сказать, и процессу. Я думаю, что если так будет продолжаться, то история с Набу, к сожалению, может закончиться очень плачевным и очень грустным, потому что все двигается к тому, что Набу душит всеми методами. Вокруг Набу такой же консенсус, как вокруг нас. Например, два клана или три клана. Порошенко, Тамаваков, Яценю, Гройсман. Ахметов, Коломойск. И они все между собой могут рано или поздно договориться и обозначить какие-то красные линии. А что касается таких, как мы, мы для них как гвоздь в одном месте. И они все хотят от нас как-то избавиться для того, чтобы мы не создавали им каких-то препятствий. И в этом плане у Набу аналогичная ситуация. То есть вот она уже всем мешает договариваться. Ну какой же ты президент, если Набу налево-направо там арестовывают и предъявляют пидозры тем людям, которым ты президент даешь какие-то гарантии. Например, какой же ты премьер-министр, например. Какой же ты министр МВД, если ты самого своего сына, который хотел чуть-чуть подзаработать на заказах государственных, не можешь защитить от Набу. Это же все такой воровской авторитет. То у тебя как-то падает в результате этого всего. Поэтому вокруг Набу такой единогласный консенсус или что Набу надо душить. И я думаю, что если Набу не активизируется сейчас и агрессивно не будут сами нападать и переходить на наступление, то их история закончится. И не будет ни Набу, ни САПа или будут там контролируемые от них люди, которые ничего не будут делать. Они будут просто на бумаге оставаться и будут вымирать, пропадать. Как вам допомогти, чтобы побольше людей знали и чули про вас? Нужно максимально использовать человеческий ресурс, доносить физически до большого количества людей, распространять наши видеообращения и стримы. И вот так всеми такими доступными для нас методами идти дальше. Спасибо большое. Так. Праймерис Веронес будет такой, что кто стал любимчиком и понравится Михаилу Николаевичу и Давиду, тот и попадает в список. Ну, на этот глупый комментарий я даже не буду отвечать, потому что кто знает нас, то никаким трайбализмом мы не страдаем. У нас нет любимчиков. Если бы у нас были бы любимчики, все было бы по-иному и очень плохо, и очень грустно. Поэтому моим личным любимчиком будет любой успешный человек, который вместе с нами хочет что-то изменить, будет бескомпромиссный и будет двигаться и бороться с мести, и доносить идею до большого количества людей и побеждать, что самое главное. Поэтому вы, наверное, плохо знаете нашу биографию или питаетесь какими-то иллюзиями или сплетнями. Я убедил одну половину родственников, убеждаю везде, на море, в маршрутке, в лифте, везде и очень много откликаются. Хотя до этого даже не знали ни имя Давида, ни Миша. Ну вот, видите, я не прошу никого адвокатировать за Давида, но идею и мысли доносить все-таки возможно. И в маршрутке, и в автобусе, и на работе, и в метро, и так далее. То есть, людьми надо говорить. Сейчас нас и грузины слушают там, и есть такая грузинская поговорка «Чичинить рис». То есть, если постоянно работать с человеком, и как вбивать гвоздик все время, и не оступать, то ты все равно рано или поздно его забьешь. Вот такая логика этого всего поговорки. Поэтому главное не оступаться, не лениться и работать и с бабушками, и с соседами, и с друзьями, и коллегами на работе. И все будет намного лучше, чем сейчас. Особенно в эпохе Фейсбука. Мы, на самом деле, недооцениваем ресурс Фейсбука. Я помню, что на последнем марше мы провели такой маленький опрос, когда марш был на Михайловской площади, и обратились к митингующим, как они узнали и пришли на акцию протеста. Оказалось, 90% не пришло из-за листовок, которых мы печатали, еле-еле находили, доставали деньги на печатание этих листовок. Потом ребята раздавали, потом прибегали менты, забирали у них эти листовки, блокировало СБУ эти листовки, изымало их из новопочты, как будто там были наркотики. Выдумывали разные причины, или выбухивка, и так далее. То есть, саботировали полностью этот процесс. Оказалось, что Фейсбук, люди привыкли уже и черпали информацию из Фейсбука. Они просто читали страницу Саакашвили и приходили на наступный марш. Вот так мы должны как-то перестроиться на новый лад. И как-то создать альтернативу телевизору и газете, и листовкам тоже. Вас чуют на Сардинии. Тут богато и наших депутатов русских на море. Как вы ставитесь к мэру Канатопа, Артему Семенухину? Поддерживаете ли его? Ну, там я видел, что сегодня была такая страшная картина в городском совете Канатопа. Когда была драка титушек и полицейских, все было, все выглядело, как какое-то там калининградное поле, незаполненное политическое поле. Поэтому, если будут дополнительные вопросы, я в следующем стриме на днях, может завтра, напослезавтра, буду готов с большим удовольствием отвечать на все ваши вопросы. Спасибо всем за внимание, за репосты, за дружбу, за добрые слова и за поддержку, из-за которой я не собираюсь сдаваться, не собираюсь никуда бежать, не собираюсь пугаться. И вместе с вами буду доводить начатое до конца. Слава Украине, дорогие друзья!